Ферменты Е1 и Е6 Бактерии у них Какой-то плохой мел, да, некачественный Может что-то получше найду У них Е1, Е2, Е3, Е4 Просто плавают В цитозоле, внутри бактерии И там процесс до некоторой степени контролируется диффузией Грамотрицательные У грамотрицательных это тетрамер Как-то я неудачно начал рисовать Ну ладно, не важно То есть это просто тетрамерный белок И здесь налицо полифункциональный катализ То есть здесь уже элемент конвейера есть Поступает заготовка И она обрабатывается Довольно похоже устроена ситуация в случае эукариот А в ней даже так скажу Животные клетки Не пишет здесь А здесь напишет Животные клетки Значит у нас все это дело Помним с вами Е1 Находится в мембране И рядом с мембраной Находится Е1 О, Е1 конечно Мы с вами помним Что Е1 Это у нас Оцилко-А Дегидрогеназа Которая делает двойную связь И она бывает трех типов Я говорю Для очень длинных Для средних Промежуточных И для коротких Так вот Это Е1 Для длинных Находится прямо в мембране А Е1 штрих Давайте обозначим Для более коротких Она уже Где-то рядышком Находится Но не в самой мембране Значит Почему это должно быть Где-то очень близко к мембране Потому что здесь есть Электрон Переносящий флавопротеин Который все это Наубихинон сваливает Значит А вот здесь у нас Гексамер Который содержит Все остальные активности Е2 Е3 Е4 Но он должен быть недалеко Чтоб сюда можно было Субстрат скинуть Он близко расположен Да То есть Но он С внешней стороной То есть Это не гидрофобные Взаимодействия А полярные Скорее Так Ну и у растений Ситуация еще интереснее У них Е1 сам по себе Е4 сам по себе А вот здесь А вот здесь вот Фермент Который Содержит Четыре типа активности Е2 Е3 А также Е5 Е6 То есть Изомиразу И эпимиразу Вот так вот Хитро по-разному Реализовано Бета-окисление С точки зрения Геометрии В разных типах В разных видах Так Веселые картинки Стираю И пишем Заголовок Кетоновые тела В жизни нормально Функционирующей печени Складываются Такие ситуации Когда происходит Затоваривание Митохондрий Ацетинкоферментом А То есть Его оказывается Очень много Ну возможно Организм В какой-то момент Перестарался То есть Собственно говоря Организму Эта энергия Была бы нужна Но она не нужна В печени Другой вариант Если Это Пациенты Которые Больны Диабетом Они не могут Усваивать Глюкозу А энергия Им нужна И они Начинают Организм Со страшной силы Утилизировать Жирные кислоты И в какой-то момент Происходит Просто затаривание Там регуляция Вся сбита Что происходит В этом случае Отдельно хочу Подчеркнуть Что эта ситуация Может возникать И возникает И у здоровых людей Но особенно Критично На Случае Заболевание Диабетом В этой ситуации Организм Придумал Каким образом Избытки Ацетилкофермента В печени Перенаправить В другие Части Тела В первую очередь В сердечную Скелетную мышцу В сердечную мышцу В скелетную мышцу И использовать Эту энергию Там И для этого Синтезируются Так называемые Кетоновые тела Тела Это такое Немножко историческое Наверное С 19 века Идущее название Чаще всего Обозначали Что-то не очень Растворимое Какие-то частички Но иногда И растворимые молекулы Вот Как я уже говорил В биохимии Очень много Тривиальных названий Кетоновые тела Это одно из названий Почему тела Прокомментировал Почему кетоновые Скажу чуть позже Сначала Давайте нарисуем Что происходит Значит Две молекулы Ацетилкофермента А Обратимо Конденсируются И получается Одна молекула Ацета Ацетилкофермента А Фермент А1 Улетает В обратную сторону Прилетает Предложите мне Пожалуйста Фермент Который Катализирует Эту реакцию Ацетилкофермента А если я скажу Что этот фермент Уже вам встречался Если я вам скажу Что я неспроста Написал Обратимость Транспераза? Ну нет Транспераза Уже точно нет Я бы еще Какую-нибудь Синтазу Принял Синтазу бы принял Так Значит Во-первых Фермент вам уже встречался Недавно Теолаза Совершенно верно Посмотрите реакцию Снизу вверх Это же последняя стадия Разрезания Четырехуглеродного Фрагмента Четырехуглеродной кислоты На два двухуглеродных То есть просто Та же самая Теолаза Катализирует Обратную реакцию Излишко После чего Происходит Некая Странная Вещь Почему она Странная Я скажу Берется Еще один Эквивалент Ацетилка Фермента А Ацетилка Фермента А И получается Шестиуглеродная Производная Коа улетает Давайте мы его Нарисуем Вот собственно говоря Новый Присоединенный Ацетил То есть именно Идет Конденсация Как бы нам Его назвать Вот так Можете назвать Соксинила Четыре углерода В цепочке А здесь Пять Глутарил Гидрокси Гидрокси Метил Глутарил Кофермент А Значит его часто Обозначают По-русски Просто ГМГ Кофермент А Гидроксиметил Глутарил По-английски Будет Хайдроксиметил Глутарил Фермент Который Катализирует Эту реакцию Называется ГМГ Синтаза Потому что Этих АТФ Здесь нет Иначе Псинтаза Была А дальше Приходит Фермент Который Называется ГМГ Лиаза Так Наверное Кофермента Кофермент А приходит И получается Ацетил Кофермент А уходит И Остается Ацета Ацетат И Ацета Ацетат Является Первым Кетоновым Телом Не кажется Ли вам Что какая-то Очень странная Последовательность Реакции То есть Посмотрите Пожалуйста Вот у нас Здесь Ацета Ацетил Кофермент А Ну кажется Гидролизуй И появится У тебя Кофермент А Ацета Ацетат Так нет Ж Присоединяют Еще Молекулу Ацетила Которые Вот здесь Вот просто Улетает Чудно Чудно Значит Но Защиту Хочу сказать Смотрите Что присоединение Идет Таким образом Что Улетает То есть Вот эта вот часть Она остается у нас Вот здесь Да А вот эта вот часть Она оказывается Вот здесь То есть Это не есть Присоединение Разрыв Одного И того же Да То есть Условно Присоединяем К хвосту А режем Со стороны Головы Да 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 Кофермента Нисходит У нас Один пришел Один ушел Было Один Осталось Ну как Подождите Вот Был Пришел А вот Пришел Кофермента И ушел А все Да 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 Правильно Да Конечно Да То есть H2O H2O Наверное Да Извините Все правильно Я сам смотрю Чувствую Что-то не так То есть Вот здесь Идет Разрезание То есть У нас Было Вот так Присоединили Вот так И отрезали Вот так Да Разобрались Да Да Значит В защиту Природы Могу Сказать Поставьте Здесь Вот галочку Пожалуйста Вот это Очень важный Метаболит Из него Строятся Все Изоприноиды А К изоприноидам У нас Относятся Стероиды Каучук Гуттаперча Витамины А, Д, Е и К Мы об этом Будем еще С вами Говорить Да То есть Так в лоб Трудно сказать Зачем это Но возможно Это делается Для того Чтобы сделать Некий запас ГМГ И в зависимости От потребности Клетки Его используют Либо таким Либо таким Образом Либо на синтез Изоприноидов Либо просто В кетоновые тела То есть Пожалуй Это единственное Такое объяснение Что происходит Дальше Значит Это Номер один Кетоновое тело Дальше Возможно За счет Над H Восстановление До Над Плюс Естественно А здесь Получается Д Изомер Д Гидроксибутерил CH3 CH Чтобы был Д У нас Наверное Сюда Надо Запустить То есть Ну Я не то Что рисую Проекцию Фишера Но H Группу Делал Таким образом Если ее повернуть То было Как бы D Да Но Отдельно Пишу Что это D Изомер Значит D Гидроксибутерил Кофермент А Оп Почему Кофермент А D Гидроксибутерат Это Второе Кетоновое Тело Так До конца Пока Непонятно Почему Эти тела Кетоновые Да А потому Что Здесь Либо Ферментативно Под действием Декарбоксилаза Либо Даже Самопроизвольно Возможно Потеря Карбоксильной Группы Изо Цетоацетата И что Остается Ацетон И вот Именно Ацетон Который В принципе Улетает И является Третьим Кетоновым Телом И именно Ацетон Дал название Всей группе Соединений У больных Сахарным Диабетом У которых Активно Идет Образование Кетоновых Тел У них Ацетон Испаряется И у них Изо рта Запах Ацетона Которые Иногда Путают С запахом Алкоголя Ну Те Кто Химфак Не заканчивал И не учился На химфаке И не знают Что Ацетон И этанол Пахнут Совершенно По-разному Значит Ацета Ацетат И Гидроксибутират Они могут Выходить В кровоток И кровью Передаваться Другим органам Как я уже сказал В первую очередь Сердечные мышцы Скелетным мышцам Там они попадают Снова В клетку Попадают В Метахондрии И идет Прямо Противоположный Процесс По необходимости Значит Если это Гидроксибутират Он восстанавливается До ацета Ацетата И ацета Ацетат Превращается Вот во что Ну Давайте Я нарисую Прямо отсюда А вы Пометьте Что это Уже В другой Части Тела В другой Части Организма Здесь Субцелилка Фермент А Получается Субцинад И Ацета Ацетил Мы его тоже Иногда так будем Обозначать Кофермент А И то и другое Являются Промежуточными Продуктами Цикла Трикарбоновых Кислот Поэтому Поэтому Здесь Беды Большой Нету И сакцинат И сакцинилка Фермент А Ацетилка Фермент Подвергается Теолазной Реакции До двух Ацетилов Ну и Собственно говоря В цикл Крэпс То есть это Такой некий Перепускной Путь Когда у нас Энергия Из одной части Организма Передается В другую Часть Организма Да А что получается Что все Жирные кислоты Должны пройти Через печень Почему их там Осталось много Именно в печени Потому что В печени Есть определенные Запасы И потому что Печень Это один из Наиболее активно Перерабатывающих Работающих Органов То есть кровью Они все равно Тоже разносят В другие клетки Да Жирные кислоты Ну конечно Конечно То есть они По всему организму Мигрируют Мы это активно Не обсуждали Но я По-моему Рассказывал Да Что Липопротеины Разной плотности И хиномикроны В какой-то момент Они Около клеток Подвержены Действию Липазы Которая Ну она Называется Липопротеин Липаза Липопротеин Липаза Которая Отщепляет И захватывает Нужное количество Жирных кислот Но печень Особенно активно Метаболизирует В принципе Липопротеины В печени Как раз Создаются Там создается Куча Триацил Глицеридов Собственно говоря Там может Эффективно Идти катаболизм Триацил Глицеридов И там Может быть Образовываться Избытки Излишки То есть Скелетные мышцы Делают энергию Такую Сколько им надо Чтобы работу Осуществлять Печень Это один из Центральных органов Который осуществляет В целом Метаболизм Причем И катаболизм И анаболизм Потому она Собственно говоря Так и важна И она Какие-то То есть Она выполняет В этом смысле Какую-то регуляцию Какие-то Создает избытки Излишки Когда надо Это же не пустая энергия Она реально нужна Таким образом Могут работать Другие мышцы Если им не хватает Собственных запасов То есть Наверное Можно сказать Что печень Печень компенсирует То что В остальных клетках Невозможно Создать крупные запасы А из печени Их проще Мобилизовать Чем скажем Из жировых клеток Потому что В какой-то степени Может быть Мы об этом Сегодня еще Чуть-чуть поговорим Жировые клетки Участвуют То есть В переваривании Жирных кислот Из жировых клеток Как-то Участвует И печень То есть Там есть Определенный цикл Между жировыми клетками И печенью Так Хорошо Будем считать Что с анаболизмом Мы покончили Поэтому Переходим Сразу бодро К катаболизму Жирных кислот Я очень люблю Катаболизм Жирных кислот Ой Анаболизм Анаболизм Жирных кислот Катаболизм Тоже люблю Анаболизм Тоже какой-то Такой стройненький Логичненький И несложный В принципе А вот Как там С головами Для фосфолипидов Вот там Начинается Некий зоопарк Поэтому Я наверное Постараюсь Как-то Может быть Основные моменты Подметить То есть У нас Анаболизм Будет Не жирных кислот А анаболизм Липидов Но начнем Мы с жирных кислот Потому что Когда мы говорили О катаболизме Мы пришли к выводу Что там жирные кислоты Главное Энергетическая ценность Основная задача Катаболизма Это Поставлять мелкие Строительные блоки И энергию Но когда мы говорим Анаболизме Мы должны понять Как у нас Разные соединения Все необходимые Для жизнедеятельности Как они синтезируются Поэтому здесь Нам надо разобраться И с жирными кислотами И с глицерином И с диациоглицерином И с триациоглицерином И с полярными головами Сингазин оставил В покое Потому что Это уже до некоторой степени Детали Хотя там все просто Может быть я пару слов И скажу про сингазин Тоже Так Значит с чего мы начнем Начнем мы с того Что мы будем Вести некое сравнение Различий Катаболизма И анаболизма Жирных кислот И самое главное Как бы нам лучше Это сделать С вами Может сразу С регуляции Начать А давайте А давайте Так Поделим доску Внутренняя Метахондриальная Мембрана Значит я сейчас буду Рассказывать Анаболизм И сразу Заходить на регуляцию Катаболизма И анаболизма Значит Здесь у нас Будет Матрикс А здесь У нас Будет С вами Цитозоль Значит Давайте Мы с вами Здесь вот Когда Это вообще один из Любимых моих вопросов Дополнительных На экзамене Потому что Сразу позволяет Очень много Закрыть А главное Все правильно Расставить И понять Увидеть Что вы понимаете Как построены Процессы И локализацию Процессов Клетки Значит Мы можем Начать С любого Эпизода В жизнедеятельности Организма Но вот сейчас При первом Изложении Материала Мне будет Удобно Начать С ситуации Когда Мы работали У нас Активно Производилась Энергия И мы Закончили Работать Мы перекусили И отдыхаем Что в этот Момент Происходит Значит У нас Крутится Каким-то Образом Цикл Крепса И в частности У нас Цикл Крепса Нарабатывается Много Цитрат Вот здесь Ацетил Входит Коффермент А А вот здесь Оксалоацетат Как только В матриксе Начинают Накапливаться Излишки Цитрата А энергии Уже столько Не надо А мы Помним С вами Что есть Мерканизмы Торможения По обратной Связи То есть Мы можем С вами Пассивировать Из-за цитрат Догидрогеназа Альфа Кетоглутарад Догидрогеназный Комплекс Помним Да что там Механизм Обратной Связи Цитрат Начинает Через специальную Трикорбоксилат Транспортную Систему Выходить Цитозоль И здесь Под действием Фермента Который Называется АТФ Цитрат Лиаза У нас Происходит Расщепление Нам Нужен Коффермент А И нам Надо Потратить Энергию И у нас С вами Будет Образовываться Оксалоацетат То есть Идет Просто Фактически Обратная Реакция И Ацетил Коффермент А Мы помним С вами Что Дельта Ж Это реакция Цикля Крепса Прямой Реакции Где-то Минус 7 С чем-то Ну вот В этой ситуации За счет Поэтому приходится Тратить АТФ АТФ Цитрат Лиаза И дальше Синтез Жирных Кислот Чтобы он Пошел Нам необходимо Чтобы произошла Хитрая Странная Реакция Мы Фиксируем СО2 И тратим Еще один Эквивалент АТФ До АДФ И ПИ И у нас Получается Вот такое Вот Соединение Кто его Назовет Правильно Маланилка Фермент А Совершенно Верно Значит Мы можем С вами Записать Уже Некоторые Различия Катаболизм Жирных Кислот Анаболизм Жирных Кислот Катаболизм Идет У нас В Матриксе Анаболизм В Цитозоле При Катаболизм У нас Двух Двух Углеродные Фрагменты Я 2х Ставлю Здесь У нас 3х Трех Углеродные Фрагменты И Вот Здесь Вот Первый Из Двух Ключевых Моментов К Пониманию Как Это Все Дело Работает Мощным Фермент Который Занимается Этим Делом Называется Ацетил Коакарбоксилаза К Фактор Биотин Совершенно Верно Могучим Активатором Данного Фермента Является Цитрат Активатор Промоутер Слово Скорее Из Молекулярной Биологии А Когда мы Говорим О ферментах Мы Говорим Об Ингибиторах И Активаторах Которые Вместе Являются Эффекторами То Есть Без Цитрата Данный Фермент Практически Не проявляет Каталитической Активности Ключевой Момент Вот этот Вот Цитрат Вышедший Цитозоль Одновременно Является И Субстратом И Активатором Двоякая Роль Цитрата То есть Без Цитрата Не из чего Будет Строить Молонил И Не будет Работать Фермент Который Строит Молонил А дальше Идет Синтез Жирных Кислот Мы сейчас Разберемся Как он Проистекает Что еще Важно Мусорить вам Голову Или не Мусорить Нет Здесь просто Еще есть Гормональное Участие То есть Помимо Цитрата Этому ферменту Надо Чтобы он Еще Был Фосфорилирован А фосфорилирование Достигается За счет Соответствующего Гормона Который Активирует Соответствующую Протеинкиназу В топку В топку Значит У нас Достаточно Должно Быть Времени Когда Мы Будем Говорить О гормонах И О механизмах Действия Гормонов Просто Сейчас Это вам Голову загрузит И не останется В голове А когда Мы выясним Что там Есть Два Три Четыре Механизма То тогда Все хорошо И уляжется Я лучше Тогда Вспомню Вот Значит Сейчас У нас Осталась Только Одна Вещь Которую Надо Прояснить Мы же С вами Знаем Что Организм У нас Умный И он Осуществляет Регуляцию Согласованную Или Реципрокную То есть Если у нас Анаболический Процесс Включен То у нас Катаболический Процесс Должен Быть Выключен Правильно То есть Нам осталось Выключить Катаболизм Расскажите Мне пожалуйста Как бы Проще всего Было Выключить Катаболизм На ваш взгляд Ну Здесь Не Цитрат Уже Давайте Я Почему Я просто Хочу Чтобы Вы Вспомнили Как Идет Катаболизм Я Это Проговаривал Вот Что Я Нарисовал На ваш Взгляд Внешнюю Метахондриальную Мембрану Правильно Это Верно Что у нас Чувствительно К ситуации В цитозоле Что у нас Ее чувствует Да Какая Первая Совершенно верно Вот здесь У нас Где-то Сидит Первая Оцил Корнитин Трансфераза Или Корнитин Ацил Трансфераза И для нее Маланил Кофермент А Является Жестким Ингибитором Таким образом У нас Начинает Производиться Маланил Для синтеза Жирных кислот И одновременно Выключается Транспорт Жирных кислот Внутрь А если Нет транспорта Жирных кислот Внутрь То нет Катаболизма В матриксе Вот это Вот Моя Любимая Схема Оцил Корнитин Вот Вот этот процесс Стопорится На стадии Первого фермента По мере того Как организм Снова Начинает Работать Здесь Начинает Убывать Концентрация Цитрата Он Начинает Вовлекаться В цикл Трикарбоновых Кислот Активно Соответственно Перестает Появляться Здесь Перестает Производиться Вот этот Ацетилкофермент А Перестает Работать Карбоксилаза Падает Концентрация Маланила То что Сделали Израсходовали На синтез Маланил Диссоциирует С карнитин Ацилтрансферазы И она Снова Начинает Поставлять Ацил Внутрь Вот таким Вот образом Понятно Да Как это Происходит Может отметить Что люблю Этот вопрос Как дополнительный Ну хорошо Значит Мы вот Разобрались С вами Как все Начинается А теперь Нам надо С вами Разобраться Как собственно Иговоря Идет Синтез То есть Пока Все Чего мы Добились Это Маланилка Ферментат Ситуация С синтезом Жирных кислот Немножко Различается У животных У бактерий И у растений У животных И у бактерий Дело обычно Идет До пальмитиновой Кислоты И это Главный Центральный Метаболит Посточет Пальмитиновая Кислота Удаляется И дальше Все богатства Получается Каким-то Таким Скажем Постсинтетическими Модификациями Цепь Может укорачиваться Наращиваться Двойные связи Возникать Там Все хитро Но это Какие-то Уже Особенности Вторичного Я бы сказал Метаболизма У растений Есть возможность Присоединять Делать сразу Ненасыщенные Жирные кислоты Делать С большим Числом Атомов Углерода С меньшим То есть Растения Более адаптированы В этой ситуации К разнообразию А кстати Хороший вопрос Кто помнит А где идет Синтез Липидов Синтез Жирных кислот В какой части Ну в цитозоле Да А вот дальше Какие-то превращения Когда уже надо Молекулы создавать Просто я вспоминаю Презентацию Очень хорошую Помните Гладкий Эндоплазматический Ретикулум А вот там Все и происходит То есть В принципе Вот эту презентацию Полезно Время от времени Пересматривать Там все Очень хорошо Так Замечательно Для того Чтобы синтезировать Давайте мы сейчас С вами Озадачимся Синтезом Палиметиновой кислоты Для того Чтобы синтезировать Палиметиновую кислоту Надо некоторое Количество Типов активности Сейчас я подумаю Как вам лучше Их сделать Значит Катализируется Все это дело Так называемой Синтазой Жирных кислот Синтаза Жирных кислот Различается В зависимости От организма Она Не различается Типами Активности Но В случае Шрихи Коли Это Олигомерный Белок Гетероолигомер Состоящий Из разных Субъединиц И Там Несколько Типов Активности Молекулярная Масса Порядка 240 Килодальтон Обычно Чаще всего Димер А в случае Эукариотической Клетки Все семь Типов Активности Реализуются В рамках Разных Доменов Одной Полипетидной Цепи Зачем Такое Придумано Сказать Трудно Потому что Порча Одного Домена Идет К тому Что портится Фактически Весь Белок Но Вот Таким Вот Образом И Эукариоты Устроены Даже Не знаю Что Предложить В качестве А Есть У меня Для вас Объяснение Значит Преимущество Разных Субъединиц Гетеролегомерных Белков Помните Основное Преимущество Гегома Гетеролегомерных Белков Минимизация Потерят Ошибки То есть Испортился Один Белок Его Деградировали Все остальные Белки Работают Надо только Этот Синтезировать Но В качестве Недостатка Можно предположить Что может быть Некий Дисбаланс Много Одного Типа Белков Мало Другого И процесс Лимитируется Тем количеством То есть Процесс Идет Не стихиометрично А в случае Когда у вас Одна полиэпептидная Цепь Со всеми Типами Активности У вас Получается Конвейер В котором Все нужные Субъединицы Все типы Активности Есть Процесс Идет Сделал Выбор В пользу Такой Вот Оптимизации Стихиометрической Ну ладно Соловья Баснями Не кормят Давайте С вами Рисовать Синтазу Жирных Кислот На Примере Не важно Чего Потому что Мы ее Будем По активностям С вами Сейчас Расписывать А дальше Это одна Цепочка Или разная Полиэптидная Нам не суть Важна Значит Я сейчас Нарисую Что-то Типа Ромашки Вы Пожалуйста Не думайте Что синтаза Именно так Устроена На самом деле Это Некая Такая Сфера В которой Есть Центральная Часть И по Периферии Разные Типы Активности Но я Нарисую Вот такую Вот Ромашку Здесь Я поставлю Один Два Три Три Четыре Пять Шесть А вот Здесь Я напишу А П Б И Из Третьего Белка Я выпущу Цистеин С САЖ Группой И из АПБ Я выпущу Тоже САЖ Группу Теперь давайте Разбираться Что такое АПБ Это Ацил Переносящий Белок Это Небольшой Белок С молекулярной Массой Порядка Семи Килодальтон Который В качестве Активной Составляющей Содержит Четыре Фосфор Пантетеин Я временно Закрою Нарисую Четыре Фосфор Пантетеин В принципе Вы его и сами Могли бы Нарисовать Значит Как всегда Как и в случае Фермента А Рисуем Справа налево По арабски Значит Вот фермент Вот это У него Остаток Сирина Узнали Сирин На CH2OH К этому Сирину Присоединена Фосфатная Группа Одна А дальше Остаток Пантетеновой Кислоты Помните Пантетеновую Кислоту Витамин В5 Через Кислород Значит Он пишется В принципе Легко CHH CH3 CH3 OH H И заканчивается Все А нет Еще не все Мне места Как всегда Не хватит Ну вы Нарисуйте Вам хватит Значит Здесь СОНH Здесь CH2 Дважды И снова СО NH И наконечник Из меркапта Этаноламина То есть Более-менее Похоже На кофермент А Посмотрите На кофермент А У кого Он нарисован Вначале Третий И второй Блоки Одинаковые В случае Кофермента А Здесь Две Фосфатные Группы И Аденозин С фосфатной Группой В 3 Штрих Положение А в данном Случа Одна Фосфатная Группа И остаток Серина То есть Он чуть проще Нет азотистого основания А так Пантотеновая Кислота И наконечник Из меркапта Этаноламина Значит Можем записать В катаболизме У нас Кофермент А А здесь У нас 4 Фосфопантотеин И Цистеин Это Теольные Группы Видите Видите Ли Вы Какой Он Гибкий Представляете Себе Да Значит Я Открываю Снова Доску И Получается Что Вот Эта Вот САЖ Группа Торчащая Из Ацил Переносящего Белка Она Берет Заготовку И Носит Ее Между Раздельными Типами Активностей Пока В конце Концов Не Получится Ацил То есть Заготовка Никуда Не уходит Из Этого Комплекса Пока Ее Не Доделают То есть Это Опять Жекой Круговой Конвейер Получается У нас Были Такие Вот С вами Да Гибкие Руки У нас Была Липоевая Кислота Биотин Вот Еще Одна Гибкая Рука Из 4 Фосфопантотеина Ну А Теперь Я С вашего Позволения Написать Название Ферментов А вы По названию Уже Сразу Поймете Где Что Значит У нас Фермент Номер Один Ацил АПБ Трансфераза Фермент Фермент Маламил АПБ Трансфераза Третья 3 Кето Кето Ацил АПБ АПБ Синтаза 4 3 Кето Ацил АПБ Редуктаза Редуктаза А это 3 Гидрокси Ацил АПБ Дегидротаза И Последний 3 Енаил АПБ Редуктаза Понятен Славный Путь Кругового Механизма В общих Чертах Не мы его Сейчас прорисуем Мне кажется Уже из названия Все ясно Две Редуктазы Восстанавливают Что-то За счет чего Вы должны Уже знать Еще точнее Надфаш Большой привет От пентофосфатазного пути От его окислительного этапа Мы с вами разбирали Что надфаш Который там получается Он в основном Используется На синтез Жирных кислот Ну для другие Процессы тоже Но Как вы видите На приращение Каждого Небольшого фрагментика Надо 2 эквивалента Надфаш Потратить Ну давайте Механизм Попробуем записать Начинается Все с того Давайте А по трубку Су-пентоферин Значит мне места Может не хватить А Кстати Перерыв Хотите Нет Я думаю Что нет Смысла 20 минут Осталось Давайте Лучше Еще Попишем Значит Теперь я буду В профиль То я в анфаса Теперь в профиль Буду смотреть На синтезу Значит Вот здесь У меня будет АПБ С СН группой И на старте Здесь у меня Будет фермент 3 А именно Кетоацил Синтеза Из которой Торчит Цистеиновая СН группа Это понятно Что из Третьего фермента Торчит Цистеин 2 СН группы Рабочих На первом этапе У нас Как нам на синтезу Надо Сейчас полсекунды Ну да Дальше ЦПБ Все правильно Я всегда Немножко путаюсь Куда что Загружается Значит Под действием Фермента 1 У нас Идет Загрузка Одного Эквивалента Отсылка Фермента А То есть Нам Чтобы Стартовать Нужен Не малонил А нужен Ацетил Коффермента 1 Эквивалент Ацетила И этот Ацетил Коффермента Загружается На Цистеин Третьего Фермента АПБ Пока Свободен Так Вы можете Дальше Вниз Писать Если Нравится А я Тут Вынужден Быть Ограниченным Доской Дальше Идет Загрузка Под действием Фермента 2 А именно Малонил АПБ Трансферазы Идет Загрузка Малонил Одного Эквивалента Малонил Коффермента Да Коффермента Уходит Благополучно Давайте Отпустим Коффермента И здесь Тоже Отпустим Коффермента И У нас Получается Полностью Загруженный Синтаза Отсюда Торчит Ацетил Коффермент Ой Ацетил Просто Ацетил Связанный С цистеином А с Восфопонтетеином У нас Связан Малонил Видите Загрузились Что происходит Дальше А дальше Вот это у нас СН2 группа Получается Как бы Активированный У нас Улетает Двокис кислорода И идет Атака сюда И в результате У нас Происходит Синтазная Реакция У нас Синтезируется Кетооцильная Производная Давайте я Запишу Чтобы было Лучше Вид Улетела СО2 И Освободилась На третьем Ферменте Цистеиновая СН-группа ААПБ Как мы с вами И говорили Держит Заготовку И заготовка У нас С вами Ацетооцитильная Или Три Кетооцильная Происходит Это все Под действием В неучастии Каталис Фермента 3 Посмотреть Какой абсурд Получается Чем выступает СО2 По отношению К синтезу Жирных кислот Катализатор То есть Маламил Получается Нужен нам Для двух Целей Для регуляции И для Активации Чтобы синтезная Реакция Полегче пошла Цена Одна Макроэнергическая Связь Но Но Вот Этот Углерод Который Пришел В результате Карбоксилазной Реакции Он Также Спокойно И уходит То есть СО2 По Результатам Одного Оборота Возвращается К исходному Состоянию И формально Можно Расценивать Как катализатор Наверное Разумно Предположить Что если В среде Не будет СО2 То Синтеза Жирных Кислот Не будет Либо Какой-то Другой Катализатор Найдется Но Какой Непонятно Ну а Дальше Собственно Дело Техники Четвертый Фермент У нас Редуктаза Под действием Фермента 4 За счет НАТФ H H Плюс Здесь До НАТФ Плюс Третий Фермент Так у нас Бедолага Будет Долго Не загружен А АПБ Кетоацильная Производная Превращается В гидроксипроизводная Что и было Отмечено В названии Фермента Нет Названия Не было Потому что Здесь Кетоациловедуктаза В названии Следующего Фермента Значит Здесь У нас CH2 CH3 CH3 Значит И здесь У нас Если у нас Там было По дороге L L Производная В катаболизме Правильно L же Не путаю L То здесь D Мы же потом Речь шла о том Что если бы здесь Возникла двойная Связь Значит она была бы В цисформе И это было бы Нехорошо И снова Дело Расщеплять Окислять Но мы синтезируем Поэтому К нам Приходит На помощь Следующий Фермент Фермент Номер Так Что-то я С фермента Все Номер 5 Уходит Молекула Воды И Получается Производная С двойной Связью Не наильная Ну и здесь Чтобы довершить Благодеяние Приходит Фермент Номер 6 А это Снова Редуктаза Еще Один эквивалент НАТФАШ До НАТФАШ И в конечном Счете Получается САШ АПБ И наконец То к чему Мы стремились Восстановление Двойной Связи И мы сделали Бутерил Фермент Тупчев Бутерил АПБ Это когда Их надо Сделать Сделать А когда Насытить НАТФАШ Соответственно В цитозоле Где происходит Данный процесс В паре НАТФАШ 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 Большое Преимущество В концентрациях В пользу НАТФАШ Чтобы была Высокая Восстанавливающая Способность Соответствующий Редокс Потенциал Что происходит Дальше Какой фермент Вступает В действие Под действием Какого фермента Под действием Первого фермента Он же у нас Ацил АПБ Трансфераза Вот он Ацил И переносит На третий фермент Теперь у нас На третьем ферменте Висит Уже не двух А четырех Углеродный Ацил АПБ Временно Пустой И мне уже Так надоело Рисовать А как Четырех Углеродный Фермент Оказался На третьем Под действием Фермента АПБ Ацил Трансфераза У нас же Первый фермент Он по ацилам Специализируется Всего А что дальше Под действием Фермента Два Происходит Загружается Маланил На АПБ И последовательность Нарисованных Реакций Повторяется Ну если хотите Нарисуй Хотя мне уже Изрядно Надоело Но делать Нечего Вспоминаются Американские Фильмы Где говорят Что это Наша работа Рисовать АПБ Ну теперь Я думаю Не осталось Сомнений Что пойдет Следующий цикл Опять Вот посмотрите Фактически Все у нас Одинаково Что здесь Вот что здесь Только там На два углерода Больше И вот так Вот это дело Удлиняется За каждый оборот На два Атома углерода Пока не станет С16 Как только станет С16 Подойдет Специальная Гидролаза Которая Пальмитиновую Кислоту Отщепит И Пальмитиновая Кислота Будет дальше Жить Своей жизнью Не связанной Синтазой Живых кислот А вот Синтаз Живых кислот Она универсальна Для разных Живых кислот С разной Длиной Цепи Или Она там Отдельная Для Пальмитиновой Кислоты Отдельная Для еще Кое Значит Идет До Пальмитиновой Кислоты Все остальное Все остальное Разнообразие Получается В результате Модификации Вот В случае Растений Там ситуация Чуть-чуть Другая Там Умеет Живные кислоты Сразу Двойными Связями Делать И Здесь Как раз Хорошо Что они ЦИС Получаются Вот А в случае Животных Все в Пальмитиновую Кислоту И она Отщепляется То есть Одна Синтеза Животных Кислотных Примитиновой Кислотных Синтеза Животных Да А дальше Всего Что Это Одна Синтеза Ну Да Это Комплекс Ну То есть В одном Случа Это Комплекс В Другом Случа Это Мультидоменный Фермент Синтеза Живой Кислоты Вот Независимо От Вариации Последователь Этапов Одинаково Вот Так Это Красиво Все Крутится А Специфичностью Протеаза Я думаю Вот У меня Такой Центр Связывания Что Если Сделали Лауриновую Или Меристиновую То Плохое Связывание Недостаточно Идет Недостаточно Гидрофобных Взаимодействий А Если Сделали Не дай бог Ошиблись И сделали Стеариновую Или Арахиновую То Она Не влезет 18 И 20 Нет Ну Там Правильная Нормальная Концентрация Гидролаз Которая Проверяет Как только Константы Связывания Хорошие Сразу Бабах И Гидролиз Все Конечно Регулируется Константами Вот Что Еще Могу Интересно Вам Сказать Качестве Помощи К Написанию Контрольной В каком положении Палиметиновой кислоты Оказываются Атомы углерода Пришедшие Из Ацетила То есть Вы видите Чтобы сделать Палиметиновой кислотой Нам нужен Один эквивалент Ацетил Кофермента И семь эквивалентов Маланил Кофермента С15 С16 То есть Синтез Идет С головы А хвост Уезжает Все дальше Дальше И дальше По мере Нарастания Таким образом Что со временем Ну давайте Немножко Еще поработаем Значит Про гидролиз Пальметиновой кислоты Рассказал Значит Это все Очень хорошо Это замечательно Но Просто так Жирные кислоты Конечно Есть в организме Да Но Толком Их не запасти Поэтому И более того Не сделать Из них Никаких Просто так Мембран Соответственно Наша головная боль Наша задача Сделать Триацилглицериды Сделать Диацилглицериды И возможно Воск А бывают же Еще самые хитрые Плазмологены Это Триацилглицеридовую Которые Скажем так Диацилглицериды У которых есть И третий хвост Но он соединен Не сложной А простой Эфирной связью Так тоже бывает То есть Вот как сделать Все это разнообразие Откуда берется Глицерин И в каком виде Нам нужен Глицерин Нам нужен Просто Глицерин Или нам нужно Какое-то Производное Глицерин Какое Фосфо Нам нужен Фосфоглицерин Справедливое Замечание То есть Нам нужен CH2OH Давайте Выпендрюсь Нам нужен 3 Фосфоглицерин Откуда Бы нам Его взять Из глюкозы Из какой Из гликолиза Из какого Все Наверное Самый Один из главных Путей Это действительно Из гликолиза Из какого Производного Из какого Промежуточного Пролюбки Не очень Хорошо Потому что Нам бы Здесь все-таки Был ваш Группу Сразу Наверное Можно Было Да Но Наверное Вы правы Но на самом Деле Все это Дело Происходит Если говорить О гликолизе Из Дидидрокси Ацетон Ну что В принципе Почти Одно Тоже Так как Они легко Изомеризуются Под действием Дегидрогеназы Глицерин Фосфат Дегидрогеназы Под действием С использованием НАДО Происходит Восстановление Соответственно Нам нужен НАД-H H плюс А получается НАД-плюс При этом Возможен И другой Источник Глицерина Глицерин Фосфата Значит Концентрация В организме Не очень Велика Но тем Не менее В виде Остатков При Утилизации Триоцил Идиоцил Глицеридов У нас Всегда Есть Какое-то Количество Просто Глицерина В организме И чтобы Чтобы сделать Из него Глицерин Фосфат Что нужно Сделать Одну Кеназную Реакцию Провести АТФ До АТФ По действиям Глицерин Кеназы Точно Так же Можно Сделать Фосфаглицерин Нет Центр Связывания Таким образом Построен Что Вот эта Группа Только Способна Модификации И Дальше Происходят Две Реакции Последовательно Я их Запишу Сразу В результате Которых У нас Получается Вот такое Вот Производное Диацил Производное Фосфаглицерин Которым Мы сегодня И закончим Значит Кто помнит Как это Называется Группа Соединения Она У нас Была Фосфолипид У него Есть Название Фосфолипида Значит Ну ладно Не мучайтесь Не помните Это Ключевой Метаболит Он Встречается И на пути К Диацил И к Триацил Глицеридам Значит Если бы он был В полностью Протонированной Форме То это Была бы Фосфатидная Кислота А при Нейтральных Значениях ПАШ Он существует В виде Аниона Который Называется Фосфатидат Фосфатидат Концентрация Не очень Большая В организме Но он Всегда Есть Просто по Мере того Как его Производят Его дальше Расходуют Но он Такой Центровой Абсолютно Как сейчас Модно Говорить Транспортный Хаб Или что-то Типа То есть Да Вот он Тоже Такой Хаб От которого Разветвление В разные Полезные Соединения Значит А меня Это что Интересует Чего Здесь Нужно Написать Два Остатка Жирной Кислоты Значит Мы Давайте Запишем Р ЦО А в Какой Форме Эти Два Остатка Да Да Оцилка Фермент А И уходят Два К фермент А И мы С вами Помним Что на Изготовление Каждого Оцилка Фермент А Тратится Две Макроэргических Связи То есть По уму Здесь бы Еще Можно Было Записать Две Два Две Жирных Кислоты Ну Например Пальмитиновая Мне Просто Лениво Ее Писать Могу Записать Так Мы Вроде О Пальмитиновой Говорили CH3 CH2 14 CO Минус Два Две Таких И Нам Нужно С вами Две АТФ Ну Помимо Того Что Нам Надо Два Ка Фермент А Нам Нужно Две АТФ До Двух АМФ И Двух Перафосфатов Которые Тут же Будут На Четыре Фосфата Гидролизованной Неорганической Перафосфатазой Значит Почему Я Это Все Дело Нарисовал Я Обращаю Ваше Внимание Что Один И Тот Ж Фермент Под Названием Ацил Коа Синтетаза Делает Коа Производные Для того Чтобы Отправить Жирную Кислоту К Катаболизм Перенести В матрикс Через Корнитин И Точно Так же Он Делает Вот Эти Производные Чтобы Делать Диацил И Триацил Глицериды Нет Смысла Создавать Параллельные Ферменты Просто Вот Куда Пойдет Это Производная Зависит От Конкретных Текущих Энергетических Потребностей То ли В энергию И тогда В матрикс То ли В запасы И тогда В фосфатидат Понятно Да Ну чему Я думал Что я сегодня Вам все расскажу Что хотел Полиэпидов Но Может быть Нормально Мы сегодня С нормальной Скоростью Работали Никуда Не гнали О чем Это нам Говорит Что в следующий Раз Мы не готовы Писать Контрольную К радости 310 группы Я так понимаю Которые Контрольные По физхимии В пятницу Значит Ну что Получается Мы тогда Будем писать Контрольную Ровно Через неделю А в следующий Раз Мы с вами Закончим Моноболизм Липидов Там есть Еще с чем Покопаться Ну и Я думаю Что останется Время Немножко Займемся Аминокислотами Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин